Правая коронная, левая похоронная. Эта поговорка как нельзя лучше подходит для конских ударов ногами Мирка Филипповича, который в свое время причинил немало боли и слез всем оппонентам, с которыми встречался, нанося дробящие кости кики. Привет, небесные мастера! С вами Федорович, а в этом видео мы вспомним пять поединков Крокопа, в которых его хайкик был особенно фееричен. Субтитры сделал DimaTorzok Устремленного к цели и смертельная болезнь не берет, а идущего к своей мечте бойца ни один удар не сломает, по крайней мере до поры до времени. 2003 год. Турнир Pride Total Illumination. Соперник. Легендарный, мегаопытный, многократный победитель турниров по ММА в открытом весе, убийца гигантов Игорь Вовчанчин. Это было очень серьезное испытание для Крокопа, но реально крутое зрелище для зрителей. С первых секунд бойцы устроили отличную рубку, обмениваясь четкой боксерской техникой. Никто не лез в партер, каждый хотел победить нокаутом в стойке, но это продлилось всего полторы минуты. Первый же кик левой предвестницей смерти зашел четко в голову Игорю, который сразу рухнул на канвас. После боя Филиппович вызвал на бой Федора Эмильяненко, который наблюдал за шоу с первого ряда. Но их встреча состоялась только через два года и закончилась судейским решением не в пользу Крокопа. Загнанная мышь сама нападает на кошку, а для того, чтобы напал боец, его не обязательно загонять в угол, достаточно ударить в гонг. 2003 год. Турнир Прайд Бушидо. Соперник Хосе Эльберто Родригес по прозвищу Эль Патрон. Мужик перешел в ММА с рестлинга, поэтому не удивляйтесь его замашкам носить маску. Пацан еще не до конца понимал, куда он попал. На момент боя с Крокопом у него за плечами было три победы и два поражения. Бой проходил именно так, как все и ожидали. Попытки Хосе пройти в ноги и перевести бой в партер были ни о чем, и Мирка легко все это пресекал в зародыше, при этом двигаясь довольно спокойно и уверенно, выцеливая жертву, как жаба кузнечика на охоте. Первый же пронзающий время и реальность Хайки, который прошел вскользь по макушке, отключил навигацию внутри маски, и Эль Патрон завалился на канвас, как выброшенная гильза. Боль и страдания заканчиваются в гробу, а для бойца, вошедшего в ринг, все только начинается. 2004 год, Прайд 27, соперник Рон Уотерман, который работает тренером по борьбе в школе, и на момент этого боя имеющий за плечами 10 побед и лишь одно поражение. Удав не бегает по полям за жертвой, а борец не боксирует, делая то, что умеет. Для ударника Филипповича это будет серьезное испытание, и все мы догадываемся, в какой манере будет работать Рон, что он и подтвердил с первых секунд боя, затащив Мирка в партер. Но борец борцу рознь, и Крокопу удается встать в стойку, после чего при первой же возможности вылетает левый похоронный хайкик. Несмотря на то, что он прошел вскользь по макушке, Уотерман начал исполнять джигу на ногах, а Мирка добавил прямой, который все-таки заставил оппонента прилечь на канвас. Ну а дальше начался старый добрый Прайд, в котором неплохо себя могли проявить футболисты и профи-гопники, для которых лупить по голове лежачего – любимая забава. Да и для рефери тоже, ведь он остановил бой только после пятого удара по чердаку. А учитывая, что это Билл Крокоп, была угроза, что Рон больше учителем работать не сможет. Да и вообще работать хоть где-то. За скромностью скрывается сила, так и бойцы легендарного Прайда. Практически все были спокойными и скромными. А что такое треш-ток, никто даже не знал. Но все знали, что дело нужно делать ударами в ринге, а не языком за его пределами. 2004 год. Прайд-конфликт. В ринг к Мирку выходит Александр Эмельяненко, у которого на счету было уже три победы и ни одного поражения. Манера боя Александра тоже склонялась к ударке, поэтому зрители ждали хорошей рубки. И они ее получили. Но беда была в том, что Эмельяненко был настроен исключительно на руки и никак не был готов к жесточайшим кикам от Мирку, о чем он и рассказал через много лет в интервью. Несмотря на хороший рубероид от двух бойцов, для которых слово техника это не плазменный телекс PlayStation, а отличные удары, бой закончился на второй минуте фирменным хайкиком от Филипповича. Но ровно через год для Сани станет утешением поражение Мирку от его братюни Федора, хоть и головную боль от хайкика это не уберет. Завтра подует завтрашний ветер, поэтому нужно двигаться вперед смело, невзирая на прошлые горечи и утраты. 2006 год. Pride Final Conflict Absolute. В противниках Вандерлей Сильва. Уже очень опытный боец, у которого за плечами десятки боев, а у Мирку уже есть опыт четырех поражений. От этого боя ждали многого, не только фаны, но и эксперты. Ведь четыре года назад эти монстры уже устраивали баталию, в которой была объявлена ничья. Поэтому этот бой был еще и реваншем для обоих. Дерзкое начало от Сильвы в надежде быстрого нокаута, но все обернулось наоборот, когда Мирку завалил его ударами и начал добивать, положив немало сил в эти удары. Но Вандерлей выпутался, все-таки держалка у него была на уровне. Снова атака Сильвы и встречный прямой от Мирка, который дублирует ситуацию с добиванием. Но башкой бразильца от скуки можно колоть кокосы, поэтому он снова выживает. Но на этот раз врач осматривает сечки и разрешает продолжать. На пятой минуте боя злой как чертяка после бани Филиппович наконец-то выбрасывает свою короночку-похороночку и Вандерлей сразу падает срубленной березой в нокаут. А рефери даже не дает Крокопу сделать пару добиваний, оставив в душе капли злости, которые наверняка испытает на себе какой-то алкаш в баре после празднования победы. Этот удар был признан нокаутом 2006 года. В этот же вечер весь в синяках после Сильвы Мирка вышел на финальный бой против Джоша Барнета, которого за 7,5 минут заколотил ударами и заставил сдаться от болезненной травмы глаза. Всегда спокойный Крокоп, одевая пояс чемпиона, расплакался и сказал, что это его лучший день в жизни. За тем, кто уходит, не бегай. Того, кто приходит, не гони. Только если ты не боец и этот кто-то не твой противник, вошедший в ринг. Турниры ноги Бомбайе это как Киргуду, только на японском. 2014 год. Крокопу 40 лет. Его соперник очень серьезный, квадратный монстр-борец Сатоси Иси, которого, кстати, всего 4 месяца назад Мирка уже нокаутировал, но на другом турнире. И вот судьба снова дала шанс реванша японскому медведю. Забывая жару, забываешь и тень, которая тебя спасала. Так же получилось и в этом реванше. После своего поражения Крокопу Сатоси отправился в его же лагерь для совместных тренировок, а теперь через 4 месяца вошел с ним же в один ринг для реванша. А вот кто кого перехитрил, посмотрим. Был ли это Сатоси, выведав все секреты Бирка и научившись ему противодействовать? Или Филиппович, сделав для Иси кривые тренировки, чтобы тот ослаб? Мы узнаем в ринге. Тактика японца ясна как суши после саке. Перевод в партер и добивание, что и происходило в первом раунде. А вот уже во втором Мирка был поосторожнее и с партера вырывался, а под занавес раунда все-таки достал своим левым разящим облаках хайкиком, заставив померкнуть свет в глазах Сатоси, после чего доработав его руками. Все-таки совместный кемп японцу не помог. Пишите в комменты, хотели бы вы себе такой кик, как у Копа, ведь он сразу вас сделает авторитетом района и вы сможете бесплатно употреблять самые жирные чебуреки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или Муай-Тай, в общем, вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя си лучи.